Вначале организационные моменты по первому заданию. Как заявлялось, мы организуем штрафную неделю, на которой можно с штрафом доздать задание, но те, кто сдали до первого дедлайна, получат баллы по ним, если захотят. Если не захотят, могут заслать еще какое-то решение. У нас надежда, что у меня со штрафом новое решение получат больше баллов. Вроде как, довольно честно. Сейчас мы подводим результаты первого дедлайна. Подводим табличку, просто смотрим, какие люди копипастили код друг у друга. Это заявлялся тоже плагиат. Задание обнуляется с плагиатом. Ну и еще всякие курьезы смотрим, нечетерил ли кто в системе. Табличка, там мы доделаем в течение сегодняшнего дня, я думаю. И можно будет посмотреть. И прежде чем переходим к следующей теме, остались ли у кого-то вопросы по теме арифметического сжатия? Можете сейчас задать. Наскорее всего нет. Хорошо. Давайте дальше подвинемся. Надеюсь, все сегодня были на лекции. Что с небольшое повторение? Повторим, что... Повторим, что... Следующая тема – это у нас фрактуальное сжатие, ну, по крайней мере, по заданию. И она использует такое явление, как самоподобие в изображении, когда у нас в одной картинке есть какой-то паттерн высокого разрешения, который с некоторым небольшим афинным преобразованием является... является, ну, присутствует в другом месте, в уменьшенном виде. Да, и то, что мы можем для картинки найти в ней самой, для каждого блока области, которая, ну, соответственно, похожего вида, но с другим разрешением. И просто с пустой картинки, вообще с любой инициализации, там был пример, что мы можем с любой инициализации начать вот это преобразование примеси, которое мы нашли, и получать нужную картинку. Это просто поиск ранга. Картиночка. Когда мы можем буквально из любого входного изображения получить, нам нужное целевое. Просто итеративно применяя одно и то же преобразование, которое мы заучили на исходной картинке. Тоже стоит ли мне углубиться, только это работает? Да, сейчас можно пару вопросов задать? Я смотрел по вот этим слайдам, я правильно понимаю, что вот эти коэффициенты, они у нас не, так сказать, не обучаемые, просто в самом начале типа задаются для вот этих, ну, для поиска поворотов. Для поиска поворотов? Ну, скорее вот для поиска вот этих кусочков афинных преобразований. Ну, смотрите, в общем, коэффициенты для афинных преобразований, имеете в виду, вот в этой формуле. Да, ну, просто так похоже, как будто у нас уже есть исходные, ну, типа по лекции просто было непонятно, и казалось, что у нас как будто есть уже исходные изображения, есть уже какое-то, ну, сжатое изображение, и потом мы там пытаемся какие-то кусочки подбирать. Нет, все, что у вас на ход дается, это изображение непожатое, то есть исходное, вот. И вы в нем стараетесь найти вот эти самоподобные блоки. Конкретно вот прям полноценное афинное преобразование вам не нужно делать, то есть все, что вам нужно будет, это, скорее всего, какие-то суперпростые типа поворотов на 90 градусов и там отражения. Больше вам, скорее всего, ничего не понадобится. Вот, а это, соответственно, в афинное преобразование довольно простые коэффициенты. Ну, там просто можно самым банальным способом это перебором найти эти параметры, то есть сколько раз там повернуть по часовой стрелке, отразить, что-нибудь такое. Ну, да, но на вход вам дается, вон, там, картинка одна, то есть вот это слева-справа одно и то же изображение, на самом деле, для визуализации. Хорошая мысль, что, возможно, не суперудачно. Ну, да, но вам дается одна картинка, и вы в ней ищите эти блоки. А тут они ищутся полным перебором, я так понимаю, потому что так берется каждый там вот этот квадратик, потом смещается на пиксели, он поворачивается в четыре раза, и так до того момента, пока мы не найдем. Ну, да, самый банальный способ – это полный перебор. Понятно, что это будет супердолго работать. Но там, ну, в сути, сейчас будем обсуждать, какие способы оптимизации этого есть. Ну, потому что вы можете по каким-то юристикам уже сразу понять, что этот блок не подходит. Ну, допустим, если вот касательно вот этой границы между там жилеткой и футболкой, мы можем, если фон посмотрим, там в четырех точках по углам посмотрим значение, ну, поймем, что тут какой-то градиент есть, типа с темного на белый, а здесь равномерная область. И таким образом можно лишние блоки сразу не брать. Ну, банально делается обычный полный перебор. Это как бейзлайн, скажем так. Дальше можно что-нибудь придумать, чтобы это ускорить. Ну, и такой еще уточняющий вопрос. Вот, например, мы берем квадратик, например, 2 на 2 пикселя, и мы, соответственно, будем пытаться найти его аналог, как, например, в квадрате 4 на 4 пикселя. И, соответственно, в нашем локодированном изображении мы вот эти 4 на 4 заменим на вот эти 2 на 2 приближения, да? Ну, да. Ну, то есть, как-то, если опять же вернуться к той картинке, визуализация. Большую копию заменяем на более маленькую, которую мы вот эту взяли, да, все понял. Ну, тут скорее, то есть, вы как раз маленькая область заменяете большой областью. Ну, именно уже на этапе декомпрессии. А понятно, что на этапе декомпрессии, наоборот, подбирается. Еще какие-нибудь вопросы есть? Сейчас, а как еще раз у нас происходит процесс декомпрессии? Вот, типа, у нас есть уже сжатое изображение, ну, то, что слева. Вот слева у нас это сжатое изображение, ну, вот оно сжимается. Вот как мы из него получаем, типа, разжимаем? Типа, у нас есть просто какие-то такие кусочки. Смотрите, тут на самом деле, в чем забавность этого алгоритма, то, что на самом деле картинка в сжатом виде не хранится. Вы храните преобразование. То есть у вас есть, там, N на M блоков в изображении, наверное, там, прямоугольное. И вы для каждого блока, вот этого вот, который выделен красным на левой картинке, вы ищете преобразование, ну, другой блок, который большой выделен, из которого можно, ну, наиболее эффективно сделать преобразование, и оно будет похоже. А, все понял. И вы можете даже взять, ну, при разжатии, вы можете инициализировать как хотите. То есть вот здесь, как раз для примера, вообще вот этот котик, он как бы вообще никак не играет роли. Плюс-минус. То есть изначально сжатая картинка – это елочка, которая была ранее вот эта. Ее сжали, сохранили коэффициенты, взяли инициализацию котика, и потом из котика начали, ну, применять просто к нему вот это преобразование. Первый, тратый, 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 тратый. И оно, то есть вот, итеративно к нему сходится, к исходной картинке. А, понял, все, спасибо. Такой момент уловить, то, что, да, вы на самом деле храните коэффициенты преобразования для каждого года. А в коэффициентах у нас записывается не только раз... А, сейчас, а в коэффициентах у нас записывается по факту положение, ну, на картинке и поворот. Вот если сейчас открыть места, ну, вот, открыть эти веса для финно-производования, там, по-моему, то, что, вот, да, вот на этом слайде, нет, вот выше на слайде, там как раз оно фрактально, вот это ABCD, это по факту у нас будет считаться как раз, это будет перемещение по оси XY и повороты. Ну, да. Тут еще... Ну, и P, это как, да, понятно. Все, спасибо. На самом деле, вы можете хранить любые преобразования. То есть, если у вас там заработает просто на поворотах, вы можете просто хранить, там, 1, 2, 3, 4, это там сколько раз повернуть. Ну, или там в бипах как-нибудь хранить. То есть, на самом деле, как конкретно, какие там преобразования, это up to you. Мы сегодня рассмотрим, собственно, какие стоит использовать, с каких стоит начать. А так, формат, то есть, как вы там эти коэффициенты храните и какие коэффициенты, коэффициенты какого преобразования, это вы выберете сами. Ну, там в целом будет задание этому, помощь некоторая. Чтобы не с нуля начать. Но в целом преобразование любое может быть. То есть, афинное, может быть, просто опять же, поворот, там, отражение. Ну, еще важный момент, то что если посмотрите на, собственно, опять этот пример, который я все использую, там, кроме преобразований как-то пространственных, типа, поворотов, заметили или нет, тут есть преобразования цветовые. Соответственно, цветовые преобразования тоже стоит делать, потому что из просто оранжевой картинки зеленые без цветовых преобразований не получится. нет, но об этом мы тоже поговорим. По базовым алгоритмам еще есть? вопрос. Ну, пока нет, если что, спрашивайте. Да. Перейду собственно к описанию задания, которое будет у нас сегодня. ну и в целом. Сейчас должно читать другую презентацию. в общем, второе задание трактальное сжатие. В этот раз возможно к радости многих оно будет на питоне и сделан формат более традиционного, более современного формата заданий. так что те, кто адепт питона, возрадуйтесь. Использовать там дефолтные библиотеки NumPy и Саки Тимош можно. OpenSuite там, по-моему, не было, я помню. Да, но это задание тоже соревновательное, как все три задания в этом курсе. Соревновательное за лучшее качество сжатия вот с помощью вот этих преобразований. Само задание, оно состоит там из двух частей. Вот как и в фрактальном сжатии там есть этап поиска преобразования и хранения этих результатов каким-либо образом. Ну и потом просто какие-то более высокоуровневые вы пишете алгоритм поиска преобразования и применения как это записывать все в битовый буфер. Там для этого будут некоторые шаблоны. И поверх этого нужно будет высокоуровнево написать уже архиватор изображений просто используя то, что вы сделали. Единственное то, что большая разница с скажем так то, что вы делали для репетического сжатия как не знаю пользовались кто-нибудь сжатием JPEG там есть ручка качества от 0 до 100 то есть когда иногда мы хотим побольше памяти сэкономить иногда хотим побольше качества соответственно это противоположные вещи чем больше памяти мы можем использовать тем больше качества мы можем получить и наоборот если мы хотим сжать посильнее то будет просадка по качеству соответственно вам нужно будет реализовать алгоритм с ручкой то есть просто вам нужно будет какие-то модули не знаю в вашем коде отключать при ручке ниже заданного порога или что-нибудь такое просто чтобы получались такие кривые знаете поясню что на графике на графике по оси X это собственно сжатый файл размер сжатого файла картинки а по оси Y это метрика качества по СНР она означает типа чем лучше тем чем больше тем лучше чем больше тем более похоже на исходную картинку которую вы сжимали формула я не помню есть в этом слайдах или нет но можете загуглить у PSNR если посчитать просто картинку с картинкой одной и той же то будет бесконечность к этому стремиться нет результаты одного из прошлых лет вот там OpenCV вишну JPEG мало кто побивает но в целом вот у вас всех должны в итоге получиться такие гладенькие алгоритмы такие кривые соответственно у кого будет там ручка не очень сделана или что такое могут получаться как вот эти снизу крестинки они очень эффективно используются свой алгоритм далее это задание тоже с автопроверкой тоже будет сдаваться в CVJML чтобы UPCR ноутбук работал с автопроверкой сделано следующее в UPCR ноутбук будут клетки с комментарием в начале вот GradedCell двоеточие там название эти клетки с ними нужно поаккуратнее в общем эта клетка должна быть там единичном числе на весь ноутбук в ней есть основные функции в которых вам нужно вписать свой код там будет задано какие методы какие функции вам обязательно нужно оставить и реализовать также с этими с допстрингами я покажу чуть позже в общем эти ячейки стоит оставить в комментарии сверху изменять не надо иначе просто система не пройдет так там просто по докстрингу делаете все входные параметры и у вас все будет работать просто такая вещь для автоматизации так ну и да так задание ставить ноутбуки мы все-таки глянем что у вас получилось ну в итоговом варианте и можете оставлять все свои там визуализации и что у вас получилось мы можем дать небольшой бонус там 5 баллов за задание за интересные ноутбуки что творчество приветствуется можно уточнить по поводу вот этих грейдов последний пункт немножко страшный это имеется ввиду что функции объявленные в не таких ячейках в таких ячейках видны не будут то есть в общем все функции которые вам нужны для работы все функции которые вам нужны для работы они должны быть в грейдед цел это как-то противоречит первому пункту жирному запрещается звучит как будто я не имею права вообще никак дополнительно декомпозировать мой код звучит как ужасно не короче там это не так там можно вставлять это мы поправим там люди делали собственно тоже скомпозировали свой код это ошибка в описании вы можете в рамках клетки вставлять нужный себе код можем единственное что типа там стоит использовать только короче всякий глобальный код туда не вставлять желательно ну тут скорее всего имелось ввиду в этом пункте что там должны быть функции и классы не должно быть супер глобальных вещей глобальных переменных и кода какого-нибудь который запускает что-то просто чтобы не заморачиваться с дебагом потом вам же значит я выглядел что хотел сделать вот ну там довольно сильно уже декомпозирован так что во многом будет просто так давайте все вопросы осталось по текущему подойдем дальше в общем еще раз визуализация всякие прикольные там оформление ноутбука вставляйте будем бонус если взять красную цветную картинку то у нее уже три канала RGB и что с этим нужно делать естественно на самом деле если посмотрите здесь у нас яркостные компоненты и UV составляющие так давайте так в чате поднимите руки те кто знает что такое YQV компоненты объясняет мне объясняет надо помнить формулу что нет ну в плане что это такое абстрактно лучше проговорить ну какая-то там замена базиса в RGB там по-моему это было на лекции суть в том что RGB это у нас красно-синее красно-зелено-синее компоненты исторически сложилось то что телевизор изначально был черно-белым и потом нужно было как-то сделать цветные картинки на телевизоре ну и просто к существующему Y каналу яркостному добавили еще UV компоненты да это другой базис просто RGB и традиционно и в картинках и ну в сжатии изображений и сжатии видео везде применяется игрок UV ну или его какие-то модификации то есть основная яркостная компоненты и второстепенные цветовые компоненты UV ну и соответственно как можете видеть то что UV они очень сильно коррелируют с яркостной компонентой и на самом деле нам больше всего нужно узнать только о яркостной компоненте а UV мы можем довольно просто из нее вытащить ну там с минимальной дополнительной информации поэтому в задании предлагается UV компоненты уменьшать то есть вы когда работаете с RGB картинкой вы ее преобразуете в игрок UV работаете фрактальным сжателем с компонентой Y UV вы можете даже даунскейлить там четыре раза два раза по каждой оси и работать дальше так там будет дальше как что с этим делать другая картинка пока ладно картинок не ушли там соответственно будет ноутбуке пример с этим работать но вы можете из то есть вот у вас есть низкого разрешения цветовая компонента высокого разрешения Y компонента кто знает как можно из Y компонента потом получить U компоненту если мы затрем просто то есть какую нам дополнительную информацию надо хранить без понятия ну в общем во фрактальном сжатии это делается следующим образом то есть вы с какой-то итераций применяете фрактальное сжатие к яркостной компоненте цветовую компоненту вы можете вытащить из яркостной то есть просто одной итерацией сохранить преобразование из яркостной компоненты в цветовую то есть у вас будет уже после какой-то итерации там N у вас будет достаточно хорошая восстановленная яркость из нее вы можете одной итерацией вытащить сначала одну цветокомоненту на вторую делается вот так ну или Или можно банально, ну, побольше памяти займет, где можно просто принять, потом обскейлить просто вот эти картинки. Так, ну давайте дальше. Собственно, да, то, что мы говорили, есть афинное преобразование, но здесь вам необходимо в основном использовать это повороты и отражения. Ну, там, по какой-то оси. И при переборе, вот эта уже часть оптимизации, это вы можете, как я говорил, взять там среднюю, ну, разбить на блоки, там, на 4 блока, подблока весь блок, посчитать там среднюю яркость и сравнить с другим блоком. Соответственно, можно вот по этим формулам примерно прикинуть сразу, какое нужно преобразование, чтобы не делать перебор. Ну, и также можно сразу скипать какие-то менее, ну, вероятные матчи блоков. Да, и возвращаясь к преобразованию цвета, у вас есть формально две, как бы, два варианта, что можно сделать с картинкой. Вы можете там умножить число на что-то и можете там прибавить, ну, просто дефолтное линейное преобразование, то есть из пикселя в пиксель. Соответственно, вы с блоками цветовое преобразование будете делать такие, ну, может, и другие, но банально вот это. То есть у вас есть, я могу сказать, было ли это в слайдах про цветовое преобразование. Видимо, нет. В общем, здесь Q, давайте расшифрую все эти числа. Еще раньше в слайдах это было, убрали. Значит, RIT – это референсный кадр, ну, то есть из которого мы будем блок брать. DIT – это второй кадр. Ну, как, даже не кадр, RIT – это блок, от которого мы берем, а D – это блок, который мы ставим. Будем блок матчить с ним. И Q – это мы просто скейлим как-то значение пикселей в блоке, откуда мы берем. И P – это просто смещение. Итак, нам нужны такие цветовые преобразования. То нам нужно понять, какие их наиболее оптимальны. Соответственно, матан там у всех был. Нужно просто средние квадратичные ошибки минимизировать между блоками. Просто переравнивать вот это, дифференцировать, переравнивать к нулю, вычислять там Q и P явно. И дальше вы можете это все, ну, просто бумажки буквально выразить через известные, и будет у вас оптимальное преобразование для блока. Так это работает. Небольшое применение матана в задании с первого-второго курса. Вот, и здесь есть пример оптимизации параметра Q, которая, ну, в прошлом слайде показана. То есть, если вы как-то его умно подбираете, итеративно можно получить более хороший результат. С Q вот с фиксированным Q такой результат получается, а с оптимизированным получается получше. Просто потому что цвет, ну, преобразование лучше подбирается. И последняя, по-моему, да, оптимизация потенциальная – это квадрат дерева. То есть, если, опять же, возвращаясь к исходной картинке с блоками, если нету, в общем, в исходном задании, точнее, лекции, там было показано, как с фиксированным размером блока и в референсе, и в таргете, когда у вас блок один, а другой настолько-то меньше. На самом деле, понятно, что вот, например, на фотке ГЗ, там, на главном задании МГУ, есть более детализированная власть, есть менее детализированная власть. Например, небо его преобразовать не очень сложно. А какие-нибудь там окошки и просто фасад здания, его преобразовать тяжело, потому что там очень много всяких компонентов. Поэтому можно реализовать квадрат дерева, это когда у вас есть блок максимальной ширины высоты. Вы смотрите, насколько хорошо можно подобрать блок к нему для преобразования, и если нет, то бьете этот блок на 4 штуки, просто на 4 подблока, и рекурсивно делаете все то же самое. И для каких-то будет блоков, подблоков более эффективный, то есть такой размер блок, там ниже другой, и вам нужно по порогу это все там отобрать. Понятно, что там до размера 2 пикселя, это уже жестко будет там доходить. Там есть пример, собственно, этой картинки, когда здесь банально это делалось, просто у вас картинка сэмплируется из исходной, с разным разбиением. И вот если мы подбираем необходимую структуру изображения, вот этого квадрат дерева, то можем получить с хорошей точностью исходный кадр. Так, давайте, скорее всего, где-то что-то непонятно было. Поэтому пока не перешли дальше, можно позадавать вопросы. Дальше тогда у нас по плану я, собственно, покажу, как выглядят задания. Там сегодня, после семинара, выложу задание. Это будет, опять же, Юпитер ноутбук, все на питоне. И здесь довольно много пояснений, что нужно делать. И, собственно, задание будет выполнено довольно поэтапно. Нужно будет реализовать свои преобразования по отдельности. И, как видите, вот тут есть, допустим, клетка Graded Cell, которую, ну, просто этот комментарий не трогайте, и у вас внутри обязательно должно быть то, что указано в Graded Cell. То есть вот здесь должен быть блок Transform. Это, соответственно, преобразование, которое, ну, коэффициент преобразования, который вы будете хранить. Там дальше вы можете его переделывать и выбирать какие-то другие преобразования и улучшать свой алгоритм. Ну, вот, для вас там сделаны какие-то функции-хелперы, которые помогут вам не писать много boilerplate. То есть, опять же, это будет просто Юпитер ноутбук. В нем довольно много уже интерфейса написано. И финальный будет класс, это Fractal Compressor вот этот, в котором там просто основные есть две функции, Compress 2 и Decompress, которые вам нужно реализовать. Остальное это просто хелперы, вы можете их там переписывать, и чтобы оно работало. Опять же, как я говорил, то, что визуализация – это полезно. И если у кого-то будет что-то интересное, обязательно показывайте в ноутбуке. Вот, например, здесь специально сохранен, как работал чей-то алгоритм фрактального сжатия. То есть вот там первая итерация, вторая итерация, четвертая, восьмая. Можете представить, как алгоритм работает. То есть минус. И если у вас там, опять же, для дабага своего можете использовать. Очевидно, что тут есть какие-то параметры алгоритма, и можете тоже с ними поиграться, насколько это будет хорошо, плохо работать. Вот с разными параметрами запуска есть примеры. Как видите, там уже при каких-то получается довольно похоже на исходное, без сжатия. Все будет оцениваться там метрика по СНР, опять же. Тут для этого тоже есть примеры. И вам не обязательно будет там слепой все делать. Так же будет, как в прошлом задании, тестовая выборка. Считайте на ней, там можете закинуться на cvgml, посмотреть, работает или нет. Ну и тоже тут меньше уже темплейтов, но можете реализовать квадратин, опять же, которые сильно улучшат результат вашего алгоритма. Так, появились вопросы по заданию. Оно будет, опять же, на три недели. Тем, кто уже завершил арифметик, смогут спокойно начать его делать. В целом, но по порогу входа не такое сложное, что-то уже реализовано, и все на питоне. Потом, возвращаясь к тому графику, оценка будет происходить примерно по такому же формату. То есть будет какой-то бейслайн, и относительно него мы посчитаем метрику. Это биди-рейт там называется, бисквю-рейт есть. Просто надо будет считать, сколько в совокупности ваша кривая лучше или хуже, чем кривая референса. Ну, там не обязательно его побивать, главное к нему приблизиться. Тут уже такого не будет, что такого плохо, точнее, не будет такого, что нужно там Хафмана побить. То есть нужно будет, чтобы у вас как бы картинки получались, которые были исходно, ну, то есть просто визуально узнаваемы. И чем выше, тем больше баллов. Опять же, будет линейно скелиться от высшего по СНР. А вторая часть будет у задания, так же, как было с арифметиком и PPM, например? Нет, здесь не будет такого. Здесь, возможно, будет уже больше проблем с тайм-лимитами. Там на питоне перебор. Там максимально стараемся в задании вам показать, как сделать побыстрее. Да, огорячение по времени 5 минут. Попробуйте там всегда затестить себя совершенно локально, прежде чем засылать. Вот, все будет ок. Ну, тоже тестовый выборок там будет. Нет, приватное будет не сильно сложнее. То есть там не будет каких-то упоротых, высокотекстурированных картинок. Будет более-менее адекватно, как в тестовой выборке. Ну, вопросов пока больше нет. Сейчас я проверю одну вещь, пока не ушли. Продолжение следует... В общем, мы уже подготовили табличку пока без баллов по арифметику. Возвращаясь к нему. Ну, там, собственно, та же табличка. Можете глянуть, что там. Там, получается, все видят. Не сильно изменилось по тому, что было на публичном выборке. Единственное, некоторые товарищи сильно переобучились, скажем так. Затащили свой алгоритм под публичные данные, что там, под синтетику. Вот упали. Ну, и кого-то там и мэрилимиты вылетели. Результаты. То есть, пока на данный момент по арифметике табличка такая, там, можете сами зайти посмотреть. Ссылка та же. Пипи ему такая. Мы сегодня запускали перезапуск тестирования, потому что там пару предприимчивых студентов обнаружили, что можно просто скопировать исходный файл, если сохранить его путь к нему. Там, в предыдущей версии таблички, был человек в топе. Но это не алгоритм арифметического сжатия. За такое остается 0 баллов. Если бы это прошло, мы просто скрипт подправили, перезапустили. Так что, такого больше не пройдет. По первичной табличке мы подведем итоги. Посмотрим, опять же, плагиат, не плагиат. И проставим баллы, как обещали, там от самого топового решения до бейслайна. Ну, то, что там ребята преодолели бейслайна на публичном выборке, тоже учтем. Так, ну. Этот контент на сегодня все. Поэтому сейчас есть шанс задать вопросы по какому-либо заданию или по организации. Так, вообще, значит, технические методы. То есть, я, оказывается, упал ниже бейслайна, значит, мне нужно сейчас в эту штрафную неделю доздать, да? Ну, да, у вас, как я вижу, то, что вы сильно заточились под то, что было в синтетических данных. То есть, даже на исходных данных, ну, вот, то есть, тут реальные данные, не синтетические, не синтетические, это вот эти два, у вас PPM, ой, этот арифметик выдает размер файла больше, чем файл исходный на публичной выборке. Так, я про техническую сторону оцениваю, что есть, то есть, что если я сейчас задаю что-то, то оно считается как штрафную вместо той посылки, так? Ну, да, но если вы просто побьете бейслайн, то будет лучше. Ну, да, будет со штрафом. Ну, мы из-за того, что поздно табличку показали, мы, как бы, этот день сегодняшний не считаем, то есть, что сегодня начинается. Ну, то есть, больше там рассчитывайте на файлики, которые вот эти, наверное, 23 более реальные, ну, или свои просто, возьмите какие-то случайные, как хорошо сжимается. Ну, то, что у вас в целом на каком-то файле размер больше получается сильнее, чем у исходного, ну, типа на большом файле, не очень. Да, и при этом я сейчас сразу буду видеть результаты на приватном, да? То есть, могу затащиться под него. На приватном мы обновим только после, ну, то есть, на приватном мы обновим только после второй дедлайн. Сейчас мы будем дальше обновлять снова на публичном. То есть, мне снова будут показываться только мои такие результаты, мои публичные результаты, да? Ну, да, ну, соответственно. Ну, логично, в общем, да. Ну, да, ну, приватные, понятно, показываем, потому что в честь тем, кто сдал заранее, тем, кому поправить. Дальше снова до финального дедлайна только публичные данные показываются. Там просто сделаем новую вкладочку, это типа вон там дедлайн номер один, будет дедлайн номер два. Там тоже сначала публичные будут показываться. А эта табличка уже меняться не будет. Желтые, это еще не нарисовано. Желтые те, кто побили бейслайн на публичных данных, не побили на приватных. Ну, с PPM-ом никакого проблем не было. Естественно, даже вот у вас вообще в топ-2. С ним можете не париться. Да, получается, что у двух человек из тех, кто бы из лайн на арифметике не побили, с PPM-ом все отлично. Так, ну хорошо, тогда если вопрос опять же не остается, по любому заданию из первых двух. Думаю, нет. Чатики, вроде тоже. Тогда всем спасибо. В этот раз начинаете делать заранее. Все будет попроще. Тогда всем спасибо. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok